Каждый день переносит научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, всё чаще оказываются территорией заблуждений. Яд или лекарство? Сенсационная правда о вреде алкоголя. Алкоголь сам по себе жизнь не сокращает. Более того, жизнь без алкоголя просто невозможна. Вечно молодой, вечно пьяный. Почему мужчины более склонны к употреблению спиртного, чем женщины? Немного алкоголя помогает мужчинам справиться с депрессией и стрессом. Алкогольная держава. Как появился миф о пьющей России? Все считают, что русские пьют больше всех. Это не так. Принято считать, что алкоголь – это зло, и особенно в нашей стране. Несколько поколений врачей, учёных и представителей женской общественности жизнь положили на то, чтобы доказать, выпивать вредно и аморально. Что человек с рюмкой – это всегда слабохарактерный неудачник, а женщина с бокалом – в лучшем случае голове не хозяйка. Надо сказать, что мы знали, мы предполагали, мы верили, что это не совсем так. И вот недавно наша святая вера оказалась вознаграждена. В Сан-Франциско недавно были проведены грандиозные исследования, которые убедительно и исчерпывающе доказали – выпивать не только вредно, но и полезно. Учёные доказали, что люди умеренно, тут ключевое слово «умеренно», употребляющие алкоголь, более здоровы, более образованы и более успешны в жизни и бизнесе. Что среди убеждённых трезвенников только 14% людей с высшим образованием, остальные, извините, пьющие, а из них более половины владельцы собственного бизнеса. Более того, выяснилось, что большинство крупных бизнесменов с миллиардными состояниями убеждённые любители немножко выпьют. Список которых возглавляют Дональд Трамп и Билл Гейтс. Казалось бы, в распоряжении этих людей самые передовые достижения медицины, а они, извините, всё равно пьют. Получается, опасность спиртных напитков, мягко говоря, преувеличена. У алкоголя первое воздействие, вот как у фармакологического. И оно выводит, убивает все ядовитые испарения и болезненные факторы всех болезней. Вот основные воздействия. Оно прочищает и раскрывает кровеносные сосуды. Значит, оно утолщает, делает более мощным кишечник и желудок, увлажняет кожу, разгоняет застойные явления ревматические, то есть силу дыхания влаги, убирает печаль, но развивает гнев, гневливость, значит, и способствует желанию разговаривать и выражать свои мысли, питает силу дыхания, энергию селезёнки, поддерживает печень, поддерживает печень, убирает, выводит вниз патогенную силу ветра. Представители официальной медицины все разговоры о спиртных напитках сводят к проблеме алкоголизма. Но многолетние исследования учёных по всему миру доказывают, алкоголики составляют чуть больше 1% от общего количества людей, употребляющих спиртное. С тем же успехом можно все разговоры о мышлении сводить к шизофрении. По данным Всемирной организации здравоохранения, этим недугом больны 0,8% человечества. Новейшие исследования учёных доказывают, спиртной напиток может быть не просто приятным дополнением к столу, но и лекарством. Так что тотальный вред алкоголя – это миф. Принято считать, что употребление алкоголя сокращает продолжительность жизни. Медики утверждают, что под действием спирта клетки мозга начинают разрушаться, и организм стремительно стареет. В качестве доказательства они предлагают посмотреть на запущенных алкоголиков. Однако большинство учёных с этим категорически не согласны. Если человек литрами пьёт технический спирт и токсичные вещества, он действительно получает хроническое отравление организма. Однако, если умеренно пить хороший алкоголь, в кровь и в мозг поступает не спирт, а вещества под названием алкалоиды. Древний врач Галин говорил, что всё есть яд и всё есть лекарства. И действительно, алкоголь в небольших дозах и при низком содержании алкоголя, смотря какой алкоголь считается, он может быть полезен для лечения, можно использовать для лечения, для исцеления, для продления жизни. Особенно вино из дикого винограда. В это трудно поверить, но согласно последним исследованиям, регулярное употребление спиртных напитков в малых дозах даже продлевает жизнь. Причину такой неожиданной статистики разгадала группа учёных из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Они провели ряд уникальных экспериментов на маленьких червячках, продолжительность жизни которых составляет всего 15 дней. Результаты опытов ошеломили исследователей. Ведь крошечные дозы алкоголя продлевали жизнь этих существ более чем вдвое. Раствор вводимого алкоголя составлял 1 к 20 тысячам, что соответствует чайной ложке спирта, разведённой в ванне воды. Увеличение дозировки не давало эффекта, а передозировка вызывала гибель подопытных экземпляров. Но главное открытие, по мнению калифорнийских учёных, впереди. Ведь 59% генов этих червяков присутствуют и в человеческом геноме. А значит, уникальный препарат, созданный на основе алкоголя, в скором будущем сможет и людям продлять жизнь. Более того, даже медики, которые называют спирт ядом, не отрицают, что организм человека вырабатывает его сам. Причём, когда процесс производства собственного алкоголя нарушается, последствия для человека могут оказаться смертельными. Но если человеческий организм сам по себе производит спирт, неужели внешняя подпитка этим веществом не может оказаться полезной? Конечно же, может. Почему? Потому что дело в том, что это продукт эндогенного происхождения. На самом деле у нас в организме все процессы биохимического спектра, скажем, вот такой цикл Крепса, 300 тысяч биохимических реакций, они заканчиваются именно синтезом алкоголя. То есть это производная вообще обмена веществ. У нас есть эндогенный спирт, у нас есть к нему рецепторы. Биохимия нашего организма не может, так сказать, функционировать без эндогенного алкоголя. Но и это далеко не все громкие открытия. Результаты последних исследований говорят о том, что алкоголь в умеренных дозах полезен мужчинам после 40 лет. Традиционная установка на то, что настоящий мужчина всегда должен быть выдержанным и хладнокровным, приводит к тому, что к 40 годам эмоции просто разрывают человека изнутри, приводя к преждевременным инфарктам и инсультам. И именно алкоголь, по мнению ученых, может сгладить этот эффект и стать тем каналом, через который мужчина может спокойно отпустить накопившиеся эмоции и стресс. По мнению некоторых специалистов, алкоголь помогает справиться с депрессией в определенных случаях. Это не значит, что его нужно пить хронически. Но если в вашей жизни произошло что-то очень плохое, то алкоголь иногда может помочь справиться с бедой. И в долгосрочном перспективе хорошо напиться может быть лучше, чем быть в депрессии месяцы или даже годы. Однако современные медицины, особенно наркология, продолжают настаивать на том, что алкоголь фатально вреден для человеческого организма, что он убивает нейроны головного мозга, расстраивает память и приводит к преждевременному старению. Что причиняемый алкоголем вред практически независим от дозы, которую получает человек. Будь то кружка ячменного пива, бокал вина или чашка саке. Я категорически не согласен. Алкоголь сам по себе жизнь не сокращает. Более того, жизнь без алкоголя просто невозможна, как говорят врачи. Другое дело, всё дело в мере, как говорится. Древние это очень хорошо знали. Дозис, доза или мера, вот это то, что нужно соблюдать. В небольших дозах алкоголь показан, прописан, благодетелен, полезен. Ну, а если эту меру превысить, конечно, алкоголь превратится во зло. Заблуждений, связанных с алкоголем, так много, что можно составить из них внушительной справочной. Одно из самых распространённых заблуждений – употребление алкоголя для спасения от холода. Принято считать, что алкоголь помогает согреться замёрзшему организму. Однако, увы, это всего лишь нить. Алкоголь не помогает согреться при морозе. То есть все ощущения это субъективны, так как алкоголь расширяет буквально у нас кровеносные сосуды, которые находятся на коже. То есть ощущение тепла у нас появляется, но внутренние органы как таковые не обогреваются. Именно ощущение тепла в руках и ногах, по мнению специалистов, самый тревожный симптом для человека, выпившего на морозе. В условиях пониженной температуры замерзающий организм ограничивает кровоснабжение конечностей, чтобы сэкономить тепло. Алкоголь открывает тепловые шлюзы организма, выпуская все запасы тщательно сберегаемой энергии. Соответственно, в состоянии опьянения человек начинает засыпать. И довольно часто что происходит? На морожении человек заснул, в худшем состоянии он замерз насмерть. То есть, соответственно, алкоголь никак не влияет для того, чтобы разогреться, для того, чтобы согреться. Алкоголь не согревает на морозе. Но это не значит, что спиртное и низкие температуры несовместимы. В некоторых случаях алкоголь – незаменимая терапия для замерзших людей. Но только после того, как обморозившийся человек попал в тепло. И уже в хорошо обогреваемом помещении возникает задача срочно расширить сосуды, чтобы организм, который сузил их в состоянии стресса, снова начал обеспечивать руки и ноги кровью. Промедление или отсутствие алкоголя в этой ситуации может стоить человеку конечностей. Есть такой совет, употребить алкоголь. Но, например, человек долго был на морозе, работал или находился в пути. Зашел в теплое помещение, здесь бывает алкоголь в виде растирания, или в виде даже там некоторого количества употребления внутрь, поможет быстрее согреться. Это действительно так. Еще один миф, что алкоголь и баня несовместимы. Современные врачи настаивают на том, что пить спиртные напитки можно как минимум через 3-4 часа после бани, когда кровообращение полностью восстановится. Но это не так, считают многие ученые. Потому что витамины, которые содержатся в пиве живого брожения, крайне полезны именно для сердца. А живое пиво очень полезно. Причем даже в бане, я не побоюсь этого слова, я рекомендую употреблять пиво живое, то есть естественного брожения. В нем, кстати говоря, кроме всего прочего, содержится еще витамин В, который очень хорошо влияет на сердечную мышцу. Вот я лично иногда в бане, когда провожу серьезную программу парения, употребляю живое пиво. Грамм 300-400 за 3 часа. Из древних источников до нас дошли уникальные рецепты спиртовых напитков, которые непременно нужно было пить в бане. Арабский путешественник Алисарий писал, если русский мужик чувствует себя больным, то его жена готовит ему хорошую чарку вина, смешивая напиток с толченым чесноком. Выпивая этот отвар, он немедленно идет в баню, где в нестерпимом жаре потеет 2-3 часа. У нас, во-первых, стимулируется очень хорошо желудочно-кишечный тракт, повышается аппетит, соответственно, кровь начинает работать гораздо продуктивнее, целебные вещества поступают в организм, и естественно, если кровь набирает витамины, есть процесс оздоровления. Но как во всем, нужно, конечно, знать меру, и причем нужно знать источник, из чего сделан тот или иной напиток. Древние источники свидетельствуют, что наши предки знали множество уникальных способов правильного использования алкоголя в бане. Однако современная медицина только сейчас начинает признавать их пользу. Так, плеснув на каменку разведенным пивом или вином, человек получает сразу две целебные процедуры ингаляцию и сеанс ароматерапии. Несмотря на многолетние исследования авторитетных ученых всего мира, российские наркологи продолжают убеждать нас в том, что алкоголь – это главный враг человека как биологического вида. И один из аргументов – якобы существующий поголовный алкоголизм в России, который, по мнению некоторых историков, уходит корнями в глубокую древность. Но было бы большой ошибкой соглашаться с утверждением, что на Руси пили всегда. А алкоголизм – наше национальное заболевание. Потому что на самом деле – это великое заблуждение. Безалкогольная руссия. Правда ли, что водку изобрели славяне? Реально водку стали делать на Руси только в конце 15-го и начале 16-го столетия. Русские пиры против римских оргий. Как на Западе формировалась культура питья? Конечно, присутствовали женщины, как правило, легкого поведения, гетеры, порядочные женщины, как правило, в этих пирушках не принимали участия. Когда появился миф, что Россия – родина алкоголизма? По-настоящему серьезную алкогольную проблему в России – это, знаете, только начало 60-х годов, прошлого века. Еще одно распространенное заблуждение – на Руси всегда пили много, а водка – русский национальный напиток. Да что там говорить? Спросите у любого иностранца, что такое Россия, и он вначале скажет – водка. А уж потом с вариациями могут быть самовар, балалайка, перестройка или хоровод. Кстати, миф о том, что русский и самая пьющая нация родился не в России, но мы ему свято верим. Он даже стал своего рода отечественным брендом и даже, как ни странно, предметом национальной гордости. На самом же деле, водка появилась в России в то время, когда вся Европа уже крепко сидела на крепких напитках. Пили на Руси в определенное время одни напитки, в определенное время совсем другие напитки. А водка, как мы помним, напиток, который получается путем возгонки, да? Перегонки. И получение этилового спирта, соединение его с водой. Перегонять и получать этиловый спирт научились в Европе только в 13-м столетии. На Руси это научились делать только в 14-м столетии. А реально водку стали делать на Руси только в конце 15-го, начале 16-го столетия. То есть до этого времени на Руси водку не пили. Летописи свидетельствуют, что в дохристианской Руси не было ни крепких напитков, ни вина, поскольку у нас не выращивали виноград. Зато славяне пили сбродивший мед, брагу и квас. А у слова «пиво» было совсем другое значение. Тогда я начну, собственно говоря, с терминологии. То, что мы сейчас называем, собственно, пивом, в древности означало несколько иное. Пивом называли фактически любую жидкость, которую пили. И то, что мы сейчас называем пивом, тогда называли квасом. Вот как это не смешно. Исторические хроники свидетельствуют, что древнерусский квас делали из хмеля, причем употребляли в особых случаях. Сегодня солодовое пиво – бытовой напиток. Иногда его пьют слишком часто и слишком по многому. Хмельное пиво у древних славян было ритуальным напитком, с помощью которого возносили хвалу светлым богам, а сам хмель становился проводником плодородия, которое призывалось на поля землепашцев. То, что мы сейчас называем пивом. Этот напиток, допустим, мог использоваться для почитания светлых богов, потому что, собственно, хмельные напитки, они связаны с плодородием, они связаны с ярой силой, с солнечной силой. Не случайно даже, ну, эта традиция дожила до наших дней, что на свадьбу молодых обсыпают, в частности, хмеля. Алкоголь в Древней Руси употреблялся крайне редко. И исключительно в обрядовых и ритуальных целях. Волхвы с помощью хмельных напитков входили в изменённое состояние сознания, которое ни в коем случае не надо путать с алкогольным опьянением. Землепашцу и ремесленнику в этом ключе алкоголь был не нужен, поэтому представители этих профессий практически не употребляли спиртного в течение всей своей жизни. Напитки, которые способны изменять наше восприятие, воспринимались именно как сакральные, они не были частью повседневной жизни. Использовалось питье алкогольных напитков на праздниках, во время обрядов, для достижения изменённых в состоянии сознания. Они использовались жрецами, шаманами, то есть людьми, которые так или иначе соприкасаются, связанные с потусторонним. В наше время, когда фактически вот то, что в древности стало сакральным, сейчас можно купить на каждом лотке, в каждом киоске, и происходит некая профанация. Воины были ещё одним социальным слоем, которому дозволялось пить в Древней Руси. Но если мудрецы использовали всевозможные настои и отвары для связи с потусторонним и усиления своих мистических способностей, то для воинов смысл употребления алкоголя был максимально приближен к сегодняшнему дню. Они пили от безделья и для того, чтобы расслабиться в дружной компании. Кроме того, сама возможность употреблять хмельной мёд была показателем высокого статуса в обществе. Но, по мнению историков, даже самые разгульные дружинные пиры не шли ни в какое сравнение с римскими оргиями или греческими симпосиями. Это собрание людей, которые, если так сокращенно сказать, они прибыли для того, чтобы попробовать определённое количество напитков. Такое слово, как «вакханалия», оно состоит из «вакх», это вот бог виноделия Дионис, и слово «дополнение к нему», конечно, что это было потреблением большого количества напитков. Нравы, царящие на берегах Тибра, поражают воображение. Боэт Квинт Гораций в одной из своих отписал, «Как возлежащие вокруг стола патриции поглощают горы чёрных дроздов, морских угрей икру камбалы». За этим изобилием следовали жареные журавли и голуби, запечённые на древесном угле пулярки, нашпигованные спаржей и зайцы с тонкой медовой корочкой. А на десерт подавали сладкие яблоки. Но неотъемлемым атрибутом каждой такой пирожки было огромное количество креплённого хмельного вина. Греческое вино было крепкой и очень густой смесью, поскольку в него добавляли толченный мрамор, известь морскую воду, различные ароматизаторы и ещё довольно много компонентов. Хроники свидетельствуют, что перед началом застолья пирующие договаривались о том, в какой пропорции разводить это месиво, после чего упивались им до бесчувствия. Перед тем, как устраивать симпоси, то есть пирушку, греки избирали симпосиарха, то есть старейшину пира, который должен был установить эту пропорцию, договорившись со всеми участниками пирушки. Обычно было от 9 до 11 участников симпози. Нужно было сначала оговорить, в какой пропорции будет смешиваться вино и сколько кратеров, то есть сосудов, они предполагали выпить. Древние греки относились к алкоголю намного более легкомысленно, чем древние славяне. Проблем с тем, чтобы придумать повод для веселого симпосиума у них не было никогда. Кроме симпосиев, были также праздники Дианииса, бога виноделия, на которых упивались все участники. Обязательным атрибутом симпосиев были гетеры, женщины легкого поведения. Конечно, присутствовали женщины, как правило, легкого поведения, гетеры, порядочные женщины, как правило, в этих пирушках не принимали участие. То есть, таким образом, речь идет о приятном времяпрепровождении. И застольные игры, конечно, имели место, такие как катап, например, то есть, остатками вина в килике нужно было попасть в какую-нибудь цель, будь то шляпки желудей или какой-нибудь бронзовый диск. Эти игры имели определенный эротический подтекст. В общем, таким образом, мы в результате получаем очень важное явление культуры, без которого греческий образ жизни вообще был немыслим. В то время, как южные средиземноморские цивилизации практиковали оргии и вакханалии, Древняя Русь вела до такой степени целомудренный образ жизни, что ни в одной из сохранившихся летописей, ни в одной берестяной грамоте тех времен ученым не удалось найти ни одного упоминания о пьянстве или распутстве. Летописи сохранили точную дату знакомства с напитком, отдаленно напоминающим то, что мы сегодня называем водкой. Так вот, согласно записям, первый глоток водки Русь сделала только в 1389 году. Отметим, что к этому моменту Европа пила водку как минимум 100 лет. Любопытно, что русский двор, отхлебнув иностранного поила, пришел к выводу, водку пить нельзя, гадкий напиток. Зато можно использовать в медицинских целях для промывки рам. Так и продавали ее долгое время в аптеках и по каплям. В Древней Руси не было, во-первых, традиций пьянства, вот как таковой. Русь не была пьяной. Пили в основном на пирах княжеских, пили на тризнах, тризна – это похороны, и пили по большим праздникам. Жизнь средневекового человека была настолько тяжелой, что добывание хлеба насущного занимало основное время. И праздников было не так уж много. Пили в основном по праздникам. Поэтому вот таких уж прям совсем замульных пьяниц не было. И если мы возьмем такие былины русские, они же в основном все складываются в 13-15 века. То есть совсем, если мы туда уходим в 9-й, 10-й, 11-й в Древней Руси, практически не было. В русской правде почти нету законов о пьянстве. Состоятельные люди пили хмельной мед. Еще одна распространенная иллюзия, что медовуха была очень крепким напитком. Однако это не так. Крепость медовухи никогда не превышала 3-х градусов. По сути, это ароматная брага, ставленная на меду и сдобренная особыми травами, которые делали этот напиток не только приятно расслабляющим и веселящим, но и крайне полезным и даже целебным. Медовуха очень такой ценный продукт, который получается из меда. она однажды, значит, князь Олег заболел и к нему ему привезли бочонок медовухи и он, когда испил этой медовухи, просто он расслабился, уснул и на следующий день проснулся здоровым. Такой исторический факт. Лишь в середине 16 века в Москве был открыт первый и единственный в России пятийный дом. Грозный царь Иван Васильевич, разрешивший строительство царева кабака, особым указом позволил в нем пить крепкое спиртное только опричникам. Псам Государевам, как называли сами себя опричники, разрешалось почти все, в том числе и водка. Всех остальных за ее употребление бросали в темницу. В кабаке пили опричники. Опричники это особый отряд, учрежденный Иваном Грозным для личной охраны, но это что-то типа янычар у турецкого султана, вот такую же избранную сотню он посадил на землю под Москвой. Опричники давали личную клятву верности царю, они не носили украшения, одевались в темную одежду, они приторачивали к седлам лошадей собачьи головы как знак верности царю, и метла как знак выметания из государства измены. И вот этим вот людям разрешалось пить в царевом кабаке. Но даже та водка, которую пили опричники, была гораздо менее крепкой, чем современная. Крепость знаменитой Петровской водки не превышала 14 градусов. А во времена Ивана Грозного ее крепость не мог оценить никто. Употребление вина было недоступно большинству жителей России, а за более крепкие напитки пьяница рисковал как минимум получить батогами, а как максимум остаться без ноздрей. До этого на Руси были корчмы. Корчма не была питейным заведением. Это было такое заведение, где и кормили, и пили, и собирались поговорить, если так по аналогии, что-то среднее между нашим кафе и рестораном. Вот это была корчма. Иногда там даже были места для отдыха, где останавливались проезжающие. То есть чисто питейным заведением был именно кабак, который первый учредил Иван Грозный в 50-е годы во времена Причнины. Так называемый царевый кабак. И вот в этом кабаке продавалась водка. В период царствования Петра Первого крепкое спиртное вошло в праздничное меню дворянских застолий. Однако напиться на таком празднике было достаточно сложно, потому что обстоятельные русские повара прекрасно знали, с какими блюдами необходимо сочетать алкоголь и какие закуски необходимы для того, чтобы он в течение всего застолья приносил только удовольствие. Именно с того времени укоренилась традиция не запивать, а закусывать крепкий алкоголь горячими и сытными блюдами, а не солеными огурчиками. Водка как водка в нашем понимании. Сейчас не 40 градусов, она там немножечко другая была, она была чуть ниже по градусности, она была 37-38 градусов. Это уже в 19 веке стандарт стал, вот эта 40-градусная. И подавались вот эти вот водки. Но при этом царские пиры тянулись от 5 до 8 часов. перемен блюд, одних горячих блюд могло быть перемен до 25-30. Поэтому, естественно, напиться на царском пиру это считалось признаком дурного тона. Чего не скажешь о европейских баллах и приемах. Историки отмечают, что примерно в это же время в Европе каждый крупный бал сопровождался практическим отсутствием закуски и большим количеством спиртного, что приводило к закономерным результатам. Дракам, дуэлям и огромному количеству случайных связей. Уже потом, через много лет, эта атмосфера приобретет романтический орел французской куртуазности и свободы нравов при европейских дворах. А тогда каждый крупный бал через 9 месяцев приводил к появлению бастардов, незаконно рожденных детей, зачатых в состоянии алкогольного опьянения. Но именно эта часть европейской культуры не была принята Россией. А царь Петр I в своей манере высмеял склонность европейцев к злоупотреблениям спиртным. Вот то повальное пьянство, которое мы знаем, ну допустим, в поздний период России, он вовсе не был характерен для наших предков. И, скажем, то, что разрешалось в реальности праздника, в некой сакральной реальности, то, собственно говоря, не было частью повседневности. Когда же появился миф о том, что Россия родина алкоголизма? Историки считают, что он возник в 60-е годы 20-го века, в преддверии холодной войны и был навязан Западом. После крушения Советского Союза некоторое время был популярен миф о том, что Красная Армия во время Великой Отечественной войны воевала исключительно в пьяном состоянии. В качестве примера приводилось выражение «Наркомовские 100 грамм». Однако так рассуждают те, кто не знает истории вопроса. Это выражение появилось во время финской войны, когда Ворошилов попросил Сталина выдавать бойцам и командирам РККА по 100 граммов водки и 50 граммов сала в день из-за того, что бои приходится вести на холоде. Сталин санкционировал выдачу алкоголя, но на результате военных действий это не отразилось. Водка не помогла Красной Армии преодолеть линию Маннергейма. Во время Великой Отечественной войны вышел знаменитый указ о боевых 100 граммах. Мы выдавали его только на линии фронта, причем опытные бойцы от этого крепкого угощения отказывались. Ветераны рассказывали, что возможностью выпить перед боем пользовались только необстрелянные бойцы. Солдаты, научившиеся выживать на войне, от наркомовского подарка обычно отказывались, предпочитая сохранять трезвость мысли и твердость труб. Но даже в то время, когда послевоенное поколение компенсировало мощнейший шок и стресс от самой масштабной кровавой войны столетия, страна-победитель все равно оставалась далеко не такой пьющей, как ее представляли бывшие альянты. Ну, здесь, значит, поверье взялось о том, что типа русские там как-то страшно пьют, отчасти из-за того, что создано точно было потребление алкоголя в городах. На самом деле, городское население инсталяло меньшинство, но городское население было на виду. Опять-таки, городское население быстрее, там, рост уровня жизни в городах быстрее рос, поэтому именно в городах и быстрее стало расти потребление алкоголя. Но, в принципе, по деревням потребление алкоголя было очень небольшим, очень незначительным, то есть преимущественно практически только по праздникам, ну и так далее. Но поэтому, в принципе, значит, по-настоящему серьезными алкогольными проблемами в России, это, знаете, только вот начало 60-х годов, прошлого века. Но по-настоящему серьезной проблемой россиян алкоголь стал только в смутные 90-е. Тогда государство отменило монополию на производство алкоголя и отдало его в частные руки. Следующим этапом, который привел к фактическому спиванию целых областей, стали эксперименты по передаче налоговых сборов от продажи алкоголя в региональные бюджеты. Губернаторы оказались крайне заинтересованы в том, чтобы на массовую, дешевую и не всегда качественную водку был максимальный спрос. К этому потоку добавился дешевый импортный спирт, который на поверку оказался настоящей отравой. Но даже после такой шоковой алкогольной терапии оказалось, что тотальное пьянство русских по-прежнему мир. Народ выстоял и в этой атаке, не позволив себе стать нацией-алкоголиком. Водочный рейтинг. Действительно ли россияне – самая пьющая нация на Земле? По общему употреблению алкоголя Россия на 16-м месте в мире. Алкогольный ген. Почему для некоторых народов спиртное смертельно? Монголоидная раса, да, имеет более низкое содержание алкогольных гидрогеназов в организме. И поэтому устойчивость к употребляемому алкоголю у них будет ниже. Пьяная Европа. Наступил ли на Западе алкогольный кризис? Если мы говорим даже о тех же самых итальянцах, французах, у них сейчас очень большая проблема с алкоголизмом. Принято считать, что сегодня Россия самая пьющая нация на Земле. Однако это миф. Недавно Всемирная организация здравоохранения опубликовала топ самых пьющих стран мира. По уровню употребления крепкого алкоголя и связанной с этим мужской смертности Россия занимает в этом списке пятое место с показателем 15,75 литра на человека в год. Нас уверенно опережает Молдова, Чехия, Венгрия и Германия. Все считают, что русские пьют больше всех. Это не так. Вообще мы по общему употреблению алкоголя Россия на 16 месте в мире. Впереди нас даже Прибалты, Эстония и, насколько я помню, Латвия впереди нас. На первом месте сейчас находится Молдова. Чем мы выделяемся, так это употреблением крепких напитков. Но даже поэтому мы тоже не на первом месте. Но где-то на пятом, шестом, если я не ошибаюсь, месте мы находимся по употреблению крепких напитков. Однако не все исследователи согласны даже с пятым местом, которое в этом алкогольном рейтинге отведено России. А где общепризнанные мировые пьяницы, англичане и немцы, которые не вошли даже в десятку? Их обогнала Украина, Белоруссия и даже Андора, что вызывает серьезные подозрения по поводу верности подсчетов. Вот сейчас в Индии здорово растет потребление алкоголя. Ну, Китай уже через это прошел. Но в Африке сейчас растет очень приличное потребление алкоголя. Сейчас африканцы стали жить получше. Но все равно в Африке потребление алкоголя в разы меньше, чем в той же самой Европе. Но почему одни народы употребляют больше алкогольных напитков, чем другие? Последние исследования говорят о том, что есть нации, у которых на генетическом уровне отсутствует выработка фермента, разрушающего спирт. Невероятно. Но это открытие заставило исследователей пересмотреть многие исторические факты. Долгое время считалось, что нацию североамериканских индейцев почти полностью уничтожили конкистадоры и английские колонизаторы. Однако это не так. Исследователи убеждены, самый мощный удар по красной расе нанесла именно огненная вода, потому что у этого народа на генетическом уровне не заложена выработка фермента, перерабатывающего крепкий алкоголь. Индейцы, как мы помним, опять же, в Соединённых Штатах Америки, у них изначально просто ферментативная система, она так устроена, что у них низкое содержание алкоголя и гидроэнгеназа. Это ферменты, которые расщепляют как раз вот тот самый ацеталидегид, который травит наш организм, который оказывает токсическое воздействие и который вот потом переходит в уксусную кислоту. По мнению экспертов, такие же проблемы с выработкой ценного фермента испытывает большинство северных народов. Алкоголизация Советского Союза, случившаяся во второй половине прошлого века, сильнее всего ударила именно по ним, по якутам, ненцам, этельменам и ещё целой группе колоритных этносов, часть которых сегодня уничтожена полностью. Кроме того, низкий уровень алкогольного фермента зафиксирован у некоторых народов Кавказа, а также у евреев и азиатов. Могу сказать, что практически во всех народностях в культуре есть традиционное употребление алкоголя. В тех или иных формах и количествах есть такое мнение, наблюдение, опять же, учёных, что, например, монголоидная раса имеет более низкое содержание алкогольной гидрогеназы в организме. То есть совсем её быть не может, просто снижено содержание её. И поэтому устойчивость к употребляемому алкоголю у них будет ниже. В этой символической битве за право называться самой стойкой нацией пальму первенства самых крепких мужиков наука отдаёт, вы не поверите, японцам. В организме потомков древних самураев этого божественного фермента столько, что перепить они могут. В теории, конечно, даже нас. Те же японцы, у них этот фермент по некоторым данным составляет 80%. То есть они их лучше утилизируют, как некоторые пишут, что могут перепить и русского, если захотят. Вот у русских в среднем где-то 44% содержится этого фермента. Но даже условные 44% определенные для русских делают их вполне устойчивыми к алкоголю. По статистике высокая алкогольная смертность в России связана не столько с количеством выпитого крепкого алкоголя, сколько с его качеством. В остальной Европе ситуация с употреблением алкоголя выглядит значительно хуже. Если мы говорим даже о тех же самых итальянцах, французах, у них сейчас очень большая проблема с алкоголизмом, потому что католицизм, который был распространен, немножко сдерживал, так же, как и наше православие, постные дни, посты, сдерживал приемы алкоголя на самом деле. Сейчас люди ушли от этого, там даже закрываются храмы, особенно в Европе, не могут содержать за счет того, что нет прихожан. И, естественно, ушли от этих ценностей, и ежедневное потребление привело к тому, что люди теряют работоспособности утром, они пьют кофе с вином. То есть, это уже говорит о том, что это похмельный синдром. То есть, такой человек, это плохой работник. По мнению экспертов, Россия, которая заняла пятое место в алкогольном рейтинге ВОЗ по употреблению крепких напитков, оказалась там не вполне заслужена. Ключевым фактором стала алкогольная смертность, связанная с огромным количеством фальсификата и откровенной отравы, которая продается под видом крепкого алкоголя. В те годы, когда производство спиртных напитков регулировалось государством, Россия не попадала даже в первую двадцатку. В свое время Россия вообще стояла на 22-м месте. То есть, до нас стояли и Германия, и Великобритания, и Ирландия, соответственно, и Молдавия, и Украина. Сейчас Украина чуть-чуть от нас считается отступает. В общем-то, славянские народы, конечно, на данный момент употребляют алкоголя в декалитрах больше. Хотя частота употребления алкоголя у каждых стран разная. Как мы знаем прекрасно, что во Франции практически ежедневный прием алкоголя идет, пусть это не крепкое вино, не в больших дозах, в Италии, также в Испании, ежедневный прием. Все зависит от дозы. То есть, у нас культура питья, например, это пятница-суббота, то есть, по максимуму, в больших количествах и так далее. Вот. Вот праздничная культура питья плюс употребление крепких алкогольных напитков. А уж декалитры зависят по-разному. Эксперты сходятся в том, что сегодняшний экономический кризис в Европе не в последнюю очередь связан именно с тем, что люди утратили способность к культурному употреблению спиртного. Более того, Всемирная организация здравоохранения уже озвучивает пугающий прогноз. В следующем веке самым страшным заболеванием человечества станут не сердечно-сосудистые патологии, а психические заболевания, спровоцированные в том числе тотальным алкоголизмом. Тот кризис, который там происходит, это тоже и кризис в общем-то культурологический, поскольку самочувствие и психическое здоровье сейчас не на самом высоком, скажем, уровне. Психическое здоровье сейчас в связи с очень частым употреблением алкогольных напиток во всем в общем-то развитом мире у людей трудоспособного возраста сейчас оставляет желать лучшим. И приверженность к запиванию тресов сейчас привела к тому, что ВОЗ объявила, что в следующем веке будет на первом месте не сердечно-сосудистые заболевания, а именно психические. Принято считать, что алкоголизм и связанные с ним болезни и преступления можно победить введением сухого закона. Ведь в этом случае непьющий народ станет в разы работоспособнее, а казна наполнится за счет денежных вкладов, потому что у людей нас излишки денег. В качестве примера некоторые историки приводят дореволюционный Николаевский сухой закон. В 1914 году, когда была объявлена мобилизация русских войск в связи с приближением Первой мировой войны, царское правительство ввело сухой закон. Это предполагалось как временная мера на период мобилизации и было запланировано уже довоенными планами, потому что, конечно, царская Россия испытывала трудности с как можно кратчайшей сроки отмобилизовать свою армию, и вот любые обстоятельства, которые могли помешать успешному проведению мобилизации и ускоренному проведению мобилизации, царское правительство, конечно, хотело эти обстоятельства ликвидировать. Спиртное разрешалось продавать только в ресторанах, а через некоторое время два члена Государственной Думы, Иван Евсеев и Петр Макагон, выступили с эпохальным предложением. Сказка о трезвости, этом преддверии земного рая, стала на Руси правдой. Понизилась преступность, затихло хулиганство, сократилось нищенство, опустили тюрьмы, освободились больницы, настал мир в семьях, поднялась производительность труда, явился достаток. Однако, по мнению историков, этот пример сложно считать идеальным или хотя бы удачным примером введения сухого закона. После того, как в России запретили алкоголь, в разы выросло самогоноварение и количество смертей от отравления суррогатами, увеличилась контрабанда и подпольная продажа алкоголя. Трезвого государства из царской России так и не получилось. Через три года после исторического предложения думцев в России грянула Октябрьская революция. А в 1923 году председатель Совета народных комиссаров Алексей Рыков вернул алкоголь трудовому народу. Именно в его честь первую советскую водку окрестили Рыковкой. Это единственный случай в истории, когда государство отменило сухой закон по собственной воле, а не под давлением непреодолимых обстоятельств. Надо сказать, что в Америке борьба за трезвость началась еще в конце 18 века. В то стародавнее время эта страна равных возможностей была еще тем местечком. Бандитизм был нормой жизни. Грабежи и насилие, стрельба и стрелки для американской глубинки были явлением обычным. А умение отобрать чужое считалось, впрочем, как и сейчас, доблестью и предметом для подражания. Конечно, лихим парням, придумавшим джинсы и демократию, нужно было много храбрости, много выпивки. Сегодня в это трудно поверить, но в рацион обычного американца утром входила пара-тройка обязательных чашек виски, который в Америке в то время был страшным дефицитом. Первым, кто осмелился выступить против этой ковбойской традиции, был один из отцов-основателей США, доктор Бенджамин Раш, который выдвинул революционную инициативу ограничить ежедневное потребление виски солдатами Конгресса, которые находятся при исполнении. Надо сказать, что кое-кто этого не может ему простить, наверное, до сих пор. Мало кто знает, что с 1924 по 1936 ни одна страна в мире не могла похвастаться таким разгулом криминала, как США. И связано это в первую очередь с введением сухого закона. Сегодня историки и аналитики признают, что заставить принудительно не пить целую страну было слишком смелым и глупым решением. Ведь, вопреки ожиданиям, введение сухого закона не привело американскую нацию к трезвости. Наоборот, по всей стране появились организованные преступные группки, делавшие состояние на подпольной торговле алкоголем. По стране спиртное перевозили в кабинах машин, в багажном отделении и даже в крыльях самолета. Всего за несколько месяцев все американские штаты опутала прочная мафиозная сеть алкогольных баронов или бутлегеров. Именно в то время на вершину криминального Олимпа поднялись самые известные итальянские гангстеры Аль Капоне и Ла Келучано. А Гоза Ностра стала до такой степени влиятельной, что устраивало гангстерские войны прямо на улицах американских городов. Поскольку мафии в США удалось завязать тесные отношения с государственными чиновниками, произошло сращивание мафиозного аппарата со спецслужбами постепенно. Спецслужбы они пытались поставить это под определенный контроль. Но в целом мы видим, что в 20-е, в 30-е годы, особенно в период Великой Депрессии в США, то мафия из-за передела постоянного передела вот этого теневого рынка алкоголя в Соединенных Штатах, она устраивает массовые кровавые побоища, гангстерские банды начинают воевать друг с другом. Негативный опыт введения сухого закона есть и в Финляндии. Здесь запрет на продажу спиртного был введен в 1919 году и должен был стать мерой противодействия тотальному пьянству скандинавского народа. Однако результаты оказались обескураживающими. Несмотря на то, что своей гангстерской империи у спокойных финнов не возникло, масштабы самогоноварения и контрабанды за несколько лет выросли до устрашающих размеров. В Финляндии во время существования сухого закона очень резко возросло самогоноварение и контрабандный ввоз алкоголя в страну. И потребление душевое оно не только не уменьшилось, но оно по каким-то причинам увеличивалось в том числе и по причинам вот этого контрабандного ввоза. Уже через 10 лет объем конфискованного спиртного превысил миллион литров чистого спирта в год. Власти признавали, что изъять удается не больше одной десятой доли от общего объема нелегального спиртного. Контрабандный алкоголь попадал в Финляндию по морю. Морские бутлегеры изобрели так называемые спиртовые торпеды. Корабль преступников шел своим курсом, а за кораблем на длинном канате плыла связка из сотен жестяных канистр со спиртом. Был изобретен такой оригинальный способ спиртовые торпеды, когда специальная емкость, заполненная спиртом, она буксировалась за судном и была соответствующим образом снабжена балластом в виде мешков с солью. И при приближении пограничников, при приближении патрульных судов, кораблей, контрабандисты могли всегда затопить эту емкость на дно и пройти проверку соответствующую. Таможенники проверяли корабль, ничего не находили и уплывали. А контрабандисты через несколько часов возвращались к тому месту, где был утоплен ценный груз. За это время соль растворялось и спиртовая торпеда всплывала. Оставалось снова зацепить ее за соляной мешок на корме и плыть дальше в сторону Финляндии. Именно в Скандинавии еще в 19 веке эта проблема приобрела катастрофические масштабы и поэтому именно в Скандинавии лучше всего разработала алкогольная политика. Поэтому на самом деле проблема борьбы с алкоголем ее реально нету. Потому что эту проблему уже решили скандинавские страны. В итоге в самом конце 1931 года сухой закон на территории Финляндии был отменен. Однако достаточно жесткое регулирование алкогольного рынка сохраняется там по сей день. После падения железного занавеса в Финляндии получил широкое распространение водочный туризм. Перестроечная Россия открыла двери для иностранцев и финны автобусами ехали в Петербург на выходные с совершенно конкретной целью напиться водки проспаться и уехать обратно. Приезжали сюда на несколько дней просто для того чтобы употребить столько алкоголя сколько им нужно для того чтобы расслабиться и потом уже довольно счастливые возвращались в свою страну. Этот водочный туризм конечно он принес какие-то барыши торговцам алкоголем в России и возможно лучшим образом повлиял на укрепление добрососедских отношений России и Финляндии. Со временем финский интерес к российскому алкоголю постепенно сошел на нет. Уровень цен в гостиницах и ресторанах достиг европейского а затем его превысил. Направление алкогольного туризма изменилось однако сегодня власти Финляндии намерены в очередной раз ужесточить правила торговли алкоголем. Минздрав страны предлагает запретить продажу алкоголя по праздникам и выходным а также значительно увеличить акцизы что напрямую скажется на стоимости спиртного. Импортеров алкоголя заставят подробно декларировать свои грузы что также увеличит конечную стоимость спиртного. Так что не исключено что автобусные рейсы финских алкотуристов Петербург скоро возобновятся. Топливо для жизни как алкоголь стимулировал первобытных людей более раскованного сексуального поведения у мужчин да и у женщин это скорее всего связано с тем, что алкоголь здесь снимает некоторые социальные барьеры. Творцы-алкоголики можно ли найти озарение на дне бутылки? Для многих именно алкоголь явился той причиной по которой возможно и были открыты самые лучшие грани таланта. Эликсир жизни что знали об алкоголе наши далекие предки? Алкоголь всегда являлся лекарством. Принято считать что алкоголь изобретение развитой техногенной цивилизации. В действительности дело обстоит строго наоборот. Недавно американские ученые выдвинули сенсационную гипотезу алкоголю человечество обязаны своим развитием. По мнению заокеанских специалистов именно спиртные напитки подтолкнули первых людей к продолжению рода. К такому невероятному выводу исследователи пришли после того как тщательно изучили одну археологическую находку. Недавно на территории современной Африки исследователи обнаружили фрагменты древних сосудов возраст которых более 30 тысяч лет. Предварительная экспертиза показала что в них хранили напиток в состав которого входило спирто содержащее вещество. Точный состав напитка ученым только предстоит разгадать. Но по их мнению именно этот напиток усиливал в древних людях инстинкт продолжения рода. Более того ученые считают что он использовался в церемониях для организации межплеменных браков помогая преодолеть отчуждение и враждебность по отношению к представителю чужого рода. По поводу допустим более раскованного сексуального поведения у мужчин да и у женщин это скорее всего связано что алкоголь здесь снимает некоторые социальные барьеры. Просто легче вступить в контакт более хорошее повышенное настроение желание тенденция к некоторой игривости в диалогах флирт кокетство здесь могут действительно провоцировать некоторые сексуальные активности. Древние точно знали о пользе спиртных напитков. Об этом свидетельствуют предания и легенды дошедшие до нас из далекого прошлого. Индейцы верили что алкоголь пробуждает силы предков а использовав настойку приготовленную шаманами по особому рецепту можно встретиться с духами и спросить у них совета. В Японии специальную настойку давали воинам перед битвой. Спиртовой настой на специальных грибах постоянно употребляла элита древней скандинавской армии викингов берсерки. Под действием этого коктейля воины впадали в боевое безумие переставали чувствовать боль их силы многократно увеличивались и они были до такой степени неистовы в битве что их считали бессмертными. Северные волхвы могли готовить не только спиртовые зелья вгоняющие воинов в состояние священной ярости. Легенды которые подтверждают последние исследования ученых неоспоримо свидетельствуют что на основе алкоголя готовились и целебные эликсиры. Не легенды исторические случаи просто я еще раз хочу сказать что алкоголь всегда являлся лекарством то собственно говоря в огромном количестве случаев с помощью приема настоек конечно исцеляли. Шумеро-акадские эпосы которые удалось расшифровать ученым и исследователям свидетельствуют что и эта некогда высоко развитая цивилизация знала и ценила алкоголь более того использовала его для лечения. Действительно алкоголь использовался в лечебных целях и в частности в эпосе о Гильгамеше рассказывается о том как знаменитый герой Гильгамеш заболевает. Какая именно болезнь постигла древнего шумерского героя достоверно неизвестно но ученые сходятся на том что судя по описанным симптомам Гильгамеш заболел достаточно тяжелой болезнью тропической лихорадкой в то время эта болезнь была настоящим бичом Месопотамии и Междуречия унося каждый год тысячи жизней. Согласно легенде чтобы исцелить своего правителя жрецы приготовили для него особое снадобье его рецепт долгие годы был загадкой для исследователей однако недавно им удалось расшифровать фрагмент древнего шумерского текста в котором говорилось что основным ингредиентом древнего целебного напитка было ячменное пиво для того чтобы излечиться он прибегает к следующему средству он выпивает огромную такую чашу наполненную ячменным пивом и сначала он чувствует достаточно сильную головную боль которая разрывает буквально ему голову но в дальнейшем он чувствует себя лучше и лучше и в итоге излечивается древние древние тексты свидетельствуют что настоящими гуру в вопросах правильного употребления легких алкогольных напитков были греки ведь распитие вина было неотъемлемой частью их культуры однако историки утверждают что наши предки никогда не пили вино и крепкие настойки для увеселения в первую очередь они были лекарством для души и тела греки со времен Геродота считали что вином можно лечить самые разные болезни есть даже такое понятие энотерапия то есть лечение вином все зависит от того что в это вино положить вино смешивали самыми разными травами добавляли туда корицу кориандр тмин перец самые разные вещи ну и мед конечно же и вот с разными смесями вино являлось лекарством известно например что выдающийся римский врач Гален излечил императора Марка Аврелия с помощью вина смешанного с перцем а недавно ученые занимающиеся исследованием древнегреческой культуры пришли к сенсационному выводу пророческий транс в который впадал дельфийский оракул определялся составом вина которую он употреблял перед сянцем неужели алкоголь действительно может расширять человеческое сознание ответить на этот вопрос ученым еще предстоит но факт остается фактом многие творческие люди гении прошлого и настоящего используют алкоголь как некий допинг который снимает внутренние барьеры и отпускает воображение на волю принято считать что алкоголь приводит к неизбежной деградации личности что он убивает все лучшее в человеке что высокое творчество гения и алкоголь несовместимы это правда но скажу вам по страшному секрету многие гении прошлого творили свои бесценные произведения как раз будучи нетрезвыми почитайте жизнеописания таких великих деятелей прошлого как Рембрандт Рубенс Ренуар Бетховен Тургенин Блок Стендаль и вы придете к неожиданному выводу прежде чем взяться закистили перо они принимали нагрузку пили всегда поэты художники люди искусства для этого и это тоже были перы с алкоголем значит такие ну и употребление алкоголя всегда в общем там считалось правильное употребление алкоголя всегда считалось делом хорошим связаны ли между собой алкоголь и вдохновение и если связаны то как именно впервые над этими вопросами задумался известный русский генетик Владимир Эфраимсон в своих работах он пришел к революционным выводам ученый утверждал что между понятиями гений и алкоголь существует прямая связь ученый говорил о том что алкоголь стирает границы отпуская мозг на волю именно под его воздействием клетки головного мозга работают активнее история доказывает что для многих художников писателей в общем творческих личностей алкоголь является своего рода костром на котором разгорается божья искра хотя конечно можно добавить что многие пропивают они раскрывают талант тем не менее для многих именно алкоголь явился стимулом для раскрытия самых лучших граней своего таланта однако с выводами профессора эфраемсона категорически не согласны многие современные ученые по их мнению алкоголь является не вдохновителем а главным разрушителем творческого процесса научные исследования уже доказали что достаточно выпить кружку пива бокал шампанского или стопку водки и в течение двух недель у человека не может быть никакого озарения к такому сенсационному выводу ученые пришли проведя серию уникальных экспериментов они выяснили что в момент когда человек творит организм вырабатывает специальный гормон под названием нороадреналин и наше настроение падает в этот момент все 15 миллиардов клеток головного мозга активизируются мобилизуют организм и начинают работать решая задачу и тут наступает миг озарения когда человек рождает правильное решение настроение поднимается и организм выделяет серотонин гормон который действует противоположно нороадреналину именно этот момент называют просветлением когда человек чувствует себя абсолютно счастливым однако эта идеальная схема рушится если человек употребляет алкоголь ведь по мнению ученых любой спирто содержащий напиток нарушает нормальную работу головного мозга есть представления выработаны в научных кругах по стадийности процесса интоксикации то есть вначале мы видим так называемую наблюдаем эйфорическую стадию затем стадия торможения так называемого наступает то есть стадия такого угнетения скорее больше торможения системы нервной которая сменяется стадии сна снотворное действие спирта уже происходит если увеличивать концентрацию то в конце концов будет состояние так называемой комы однозначно ответить на вопрос стимулирует ли алкоголь творческие процессы ученым еще предстоит однако исследователи которые не отрицают эффекта мощного творческого алкогольного допинга приводят в свою пользу исторические факты в китае алкоголь уже многие века считается источником вдохновения а опьянение особым состоянием в котором человек приближается к божественному одно из самых эффективных боевых искусств китайского рукопашного боя стиль пьяницы особенность которого непредсказуемые движения и невероятная пьяная динамика боя признанным мастером этого стиля был Су Цань участник легендарной группы мастеров боевых искусств получивший название 10 кантонских тигров стиль существует даже в китайских боевых искусствах стиль пьяницы значит в котором человек входит в состояние он не имитирует движение пьяного он входит в состояние расслабленности и отвязанности значит и потом вот входит в боевое состояние биографы свидетельствуют что великие писатели 20 века настоящие властители дом Эрих Мария Ремарк Эрнест Хемингуэй и Михаил Булгаков как правило садились писать предварительно выпив любимого напитка у каждого из них были свои предпочтения которые затем нечувствительно перетекали к героям их книг герои в произведениях Ремарка традиционно пьют кальвадос герои Хемингуэя традиционно пьют ром ну а в произведениях Булгакова его герои очень любят употреблять водочку домашнего приготовления которая настоена на определенных травах и ингредиентах также можем мы вспомнить и королей ужастиков это Эдгара Алана По и Стивена Кинга можно представить что свои ужасные страшные произведения они пишут как раз в состоянии алкогольного опьянения им приходят на ум как раз вот эти страшные жуткие образы которые потом воплощаются на экране свое вдохновение в алкоголе черпал блестящий английский политик Уинстон Черчилль причем он предпочитал 50-ти градусный советский коньяк Двина французский император Наполеон Бонапарт завоевавший почти всю Европу также любил крепкий виноградный алкоголь Иосиф Сталин которого при всех плюсах и минусах нельзя не назвать крупнейшим политиком 20 века очень любил красное грузинское вино Кинзмараулия Алкоголь опять же он снимает тревогу он снимает защитные какие-то охранительные барьеры социальные он позволяет действительно на какое-то короткое время человек будет быть более общительным более деятельным у него есть некоторый период такого даже стимулирующего действия стимулирующего эффекта и на каких-то начальных этапах действительно в состоянии легкого опьянения можно и более продуктивно общаться даже может повыситься работоспособность на какое-то время продуктивность творческая в том числе. Увы, за всё надо платить, и за высокое наслаждение гения творить тоже. Мощное эмоциональное напряжение, которое творческий человек стимулирует алкоголем, увы, часто оборачивается нервным истощением, нервными срывами, которые многих властителей дум привели к печальному концу. Об этом надо крепко помнить будущим гением, ещё не распробовавшим вкус спиртного. Из творческих людей, если разобрать, у нас Хамин Гуэй – это человек, который злоупотреблял алкоголем, который перенёс несколько психозов алкогольных, и который закончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в рот. Второй господин у нас – Сергей Есенин, великий русский поэт. Злоупотреблял алкоголем, лечился в Ганушкино от белой горячки и умер в 31 год. Опять же, недостоверно, повесили ли или повесился ли сам. То есть, суицид – это уже психические отклонения. Далее у нас блок, насколько я помню, блок также злоупотреблял алкоголем, также были проблемы, так сказать, у него, там, возможно, абортивные, но какие-то были изменения. Ему умер тоже в 41 год, если я не ошибаюсь. В списке наркологических страшилок обязательно присутствует история о том, каким беззащитным становится алкоголик перед любым внешним воздействием. У него катастрофически падает иммунитет, и погубное влияние на его здоровье может оказать даже неблагополучная экология. Однако ликвидаторы последствий ядерных катастроф, люди с предельно крепкой психикой и не страдающей алкогольной зависимостью утверждают, что именно спиртное является одним из самых эффективных средств защиты от повышенной радиации. Алкоголь во спасение. Зачем ликвидаторам чернобыльской аварии выдавали спирт? Необходимо принять 50-70 грамм чистого спирта и позволяющий 2 часа находиться в радиационной зоне проживания. Вино против рака. Сенсационное открытие американских ученых. Есть эффекты положительные от небольших доз алкоголя, может быть, в том числе и на рак. Принято считать, что этот организм более уязвимым к внешним воздействиям. Но это не так. Ученые технологического университета Вирджинии, которые в минувшем году завершили детальнейшие исследования действия алкоголя на человека, пришли к сенсационным выводам. Они доказали, что алкоголь оказывает антиоксидантное и противорадиационное действие. Таким образом, американские исследователи окончательно подтвердили правильность выбранных профилактических мер для ликвидаторов последствий ядерных катастроф. Для того, чтобы работать в зоне поражения радиационного, известно, что есть радиопротекторы. Прежде чем входить в радиационную зону, необходимо принять радиопротектор, который позволяет 2-3 часа находиться в зоне поражения. То есть у нас ведь с вами радиация вызывает фактически ожог внутри организма. Ну, по большому счету, альфа радиации и бета. Для того, чтобы снизить вот эту поражаемую зону, то есть внутри организма, необходимо принять 50 мастерам чистого спина и позволяющие 2 часа находиться в радиационной зоне поражения. Самая страшная ядерная катастрофа Советского Союза, последствия которой дают себя знать до сих пор – авария на Чернобыльской АЭС. Первые 2 часа после взрыва 4-го энергоблока пожарные тушили огонь, даже не подозревая о том, что находятся в зоне радиоактивного заражения. Когда истинный масштаб катастрофы стал понятен, группы ликвидаторов начали обеспечивать радиопротекторами, одним из которых был медицинский спирт. Чернобыль – показатель. Единственным средством, которое было радиопротекторным, применяемое там врачами, это, будем говорить, либо разбавленный спирт, продукт российский, называется водка, или чистый этанол, этиловый спирт, который медицинский в основном, или пшеничный, поставляющийся, будем говорить, в места при проходе на зоны поражения. Значит, есть также то же самое понятие, это когда идёт гамма-излучение и накапливание радионуклеидов в организме человека. Впрочем, уже вскоре от спирта, как от средства радиационной защиты, отказались. Удалось наладить поставку гораздо более серьёзного радиопротектора, который, как это ни поразительно, тоже оказался алкогольным напитком, но уже гораздо более приятным на вкус. Красное сухое вино, кроме защитного действия спирта, имеет ещё целый набор свойств, которые позволяют организму эффективно противостоять лучевой болезни. Не только спирт. Больше говорят о вине, о дубильных веществах вина, о пектинах, которые способствуют выводу радиоактивных веществ из организма быстрее, которые нарушают всасывание, если это может с пищей пройти, этих веществ радиоактивных. То есть больше говорится о вине, о спирт, как профилактика. Но, будем говорить, он включает печень, делает её более устойчивой к вредным веществам. То есть печень лучше перерабатывает, быстрее идёт метаболизм, быстрее вывод этих радиоактивных веществ, которые уже попали в организм. То есть повышается толерантность, устойчивость к этому за счёт подготовки функций печени. Она лучше работает. Антирадиационный эффект красного вина был в очередной раз доказан после ещё одной совсем недавней ядерной катастрофы на японской атомной станции «Фукусима». Дисциплинированные японцы не поддались панике. Они упаковали необходимые вещи, подготовили документы и устроились возле телевизоров и радиоприёмников в ожидании подробных инструкций от властей. Единственное новшество, которое появилось в каждой семье после трагического сообщения о ядерной катастрофе – небольшой стаканчик красного вина, который должен был выпить каждый член семьи. 100 грамм Каберне – это 75-100 в зависимости от веса человека. Это, во-первых, улучшает аппетит, опять-таки является антиоксидантом, и в том числе выводит радионуклеиды из организма человека. Да, существуют всевозможные, так сказать, природные, будем говорить, ягоды, какие-то настои, которые точно так же могут выводить радионуклеиды, но один из самых эффективных средств – это всё-таки красное сухое вино. Последние данные говорят о том, что в ликвидации чернобыльской катастрофы принимало участие больше полумиллиона ликвидаторов, и только 28 человек умерли от лучевой болезни. По мнению некоторых экспертов, их могло быть гораздо больше. Многие из тех, кто почти 30 лет назад предотвращал распространение радиоактивного облучения возле украинской реки Припять, до сих пор пользуются алкогольным радиопротектором, однажды спасшим им жизнь. У нас есть пациентка, которая участвовала в ликвидации чернобыльской аварии, и она очень обрадовалась, узнав, что у нас такая процедура имеется. И ходит регулярно, именно для того, чтобы поддерживать свое здоровье и бороться с действием радиации. Вино в качестве средства от радиации используется не только ликвидаторами аварий на атомных станциях. Обязательный элемент рациона моряков на атомных подводных лодках – это красное вино. Рабочие уранодобывающие промышленности тоже получают бокальчик природного средства. И, конечно, моряки-подводники понемножку выпивают. Совершенно не потому, что во время долгого плавания они скучают по родным берегам. Если мы возьмем с вами доблестных подводников, значит, нет ничего более лучшего средства для вывода радионуклеидов, как красное сухое вино. Целебные свойства вина признают ученые всего мира. Совсем недавно группа исследователей из Гарварда опубликовала результаты своих многолетних трудов. Невероятно. Но оказалось, что в темных сортах винограда содержится больше всего веществ, способных сводить на нет смертельное действие свободных радикалов. А это значит, что красное вино действительно может очищать организм. Антиоксиданты содержатся в любом вине в каком-то количестве. И в красном, и в белом. Но вот эта самая известная молекула, которая содержится только в красном вине, ну, или, во всяком случае, его гораздо больше в красном вине, она тоже является антиоксидантом. Многочисленные противники алкогольных напитков, преимущественно наркологи и те, кто завязал, но не смог с этим смириться и бросился в другую крайность, утверждают, что, несмотря на все бесспорные позитивные факторы, вред спиртных напитков значительно превышает пользу. Они как будто нарочно упускают из своих рассуждений бесспорный тезис о том, что все хорошо в меру. Неосмотрительное употребление алкоголя действительно может привести к необратимым изменениям в организме, сломать человеческую психику, вызвать тяжелейшую зависимость или спровоцировать на преступление. Но и этот факт скоро потеряет свою актуальность. Принято считать, что алкоголь разрушает практически все системы организма, приводят даже к раку. Однако последние открытия ученых Гарварда перевернули все привычные представления о вреде алкоголя. Да, есть эффекты положительные от небольших доз алкоголя, может быть, в том числе и на рак. Но красное вино – это наиболее известный эффект. Красное вино, в отличие от белого, содержит активные вещества, которые, как сейчас считается, имеют очень много положительных эффектов. Эксперименты показали, что красное вино помогает в лечении рака. Уникальность этого алкогольного напитка в том, что органическое вещество рапомицин, входящее в состав вина, не только усиливает действие препарата, который используют медики для лечения злокачественных опухолей, но и повышает устойчивость организма к образованию новых раковых клепок. Да, это дополнительный эффект, который присутствует больше всего в красном вине. Это вещество содержится в шкурках винограда. Оно есть и в виноградном соке, вот в красном виноградном соке, но особенно в некоторых сортах вина. Вот в испанском вине очень много этого вещества, арисфератрола. В более темных винах обычно его больше. Так что да, это характерно для красного вина. Это далеко не единственное исследование, доказывающее пользу алкогольных напитков. Учёные установили, что органические вещества, входящие в состав молодого красного и белого вина, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Наиболее известный из них – рассвератон, который оказывает благотворное воздействие практически на все патологии человека. В красном вине, в отличие от белого, содержится ещё одно вещество, которое сейчас одно из самых исследуемых веществ в медицине и биологии. Это вещество называется арисфератрол. Оно имеет функцию антиоксиданта, но помимо этого, по крайней мере, в экспериментах на животных, было показано, что оно положительно влияет на огромное количество болезней, начиная от диабета и разных форм рака, и заканчивая вирусными инфекциями и заболеваниями вроде болезни Паркинсона и Альцгеймера. Механизм лечебного воздействия этого волшебного вещества, которое содержится в красном вине, пока до конца не изучен. Однако первые выводы учёные могут сделать уже сегодня. Этот природный фермент тонизирует организм, стимулирует обмен веществ и повышает сопротивляемость болезни. Безусловно, речь идёт не о бурных застольях, а о малых дозах. То есть фактически, употребляя какое-то количество красного вина, какое пока сложно сказать, мы как бы убеждаем организм в том, что мы находимся на диете. И организм нас за это благодарит. Более того, последние исследования учёных развенчивают ещё один миф, связанный с алкоголем. Мифы о женском алкоголизме. Почему дамам после 50 полезно пить красное вино? В среднем возрасте у женщин, которые умеренно употребляют алкоголь, процесс старения может замедлиться. Жизнь без похмелья. Можно ли создать безалкогольный алкоголь? Я создал несколько соединений, которые будут приносить удовольствие, как от алкоголя, но не будут приводить к похмелью. Принято считать, что для женщин алкоголь особенно вреден. Прекрасный пол легче поддаётся действию спиртных напитков, а женский алкоголизм считается неизлечимым. У женщин гораздо чаще и быстрее, чем у мужчин, возникает слабость в ногах, которая приводит к шаркающей походке в сравнительно молодом возрасте. Врачи могут аргументированно и детально объяснить, почему женский организм менее приспособлен к переработке алкоголя, чем мужской. Конечно, организм мужчины и женщины по-разному реагирует алкоголь в связи с тем, что всё-таки женщина по большей части по росту весовым показателям уступает мужчине. Плюс у женщины на 10% меньше воды в организме, чем у мужчины. Также фермент у большей части женщин всё-таки меньше, чем у мужчины. Пусть даже это будут представители одной расы, но всё-таки содержание фермента, расщепляющего алкоголь, алкоголя до гидрогеназа у женщины значительно меньше. Ну и, в общем-то, считается, что головной мозг и центральная нервная система более подвержены к тассическому воздействию алкоголя. В связи с этим консервативные врачи и наркологи с большим скепсисом относятся к теории о том, что женщинам среднего возраста полезно принимать в день по бокалу вина. Эта теория зародилась в середине прошлого века и получила достаточно большое количество сторонников. Затем началась целая информационная кампания. Врачи объясняли, что употребление алкоголя женщинам вредно вне зависимости от их возраста. Значит, миф после 50-ти употребления женщины красного вина. Ну, мне сложно сказать, почему после 50-ти, когда кожу начинает увядать после 25-ти, да, если уж так, с точки зрения медицины. И женщины после 50-ти, если начнут пить вино, помолодеют резко. Ну, это же не... Мы все, конечно, на сказках выросли, сказка терапии. Но это, к сожалению, процесс трудоемкий. То есть я имею в виду процесс красоты женщины, да. Буквально несколько месяцев назад исследователи Гарвардского медицинского университета в Бостоне опубликовали сенсационные результаты исследования, которое длилось 12 лет. 14 тысяч медсестер со всего мира зафиксировали факт, что ежедневное принятие 15-30 граммов алкоголя благотворно сказывается на здоровье женщин старше 50 лет. Мои выводы в первую очередь основаны на исследованиях Института общественного питания и Гарвардской медицинской школы. Кроме того, все это время учитывалась статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению. В общем, я обнаружил, что в среднем возрасте у женщин, которые умеренно употребляют алкоголь, лучше проходил процесс старения. Исследователи зафиксировали удивительный факт. Ежедневное употребление небольших доз алкоголя приводит к сенсационным результатам. У женщин среднего возраста резко повышаются шансы избежать болезней сердца, диабета и других физических, психических болезней. Цифры достаточно показательны и наглядны. Те участницы эксперимента, которые ежедневно употребляли от 5 до 15 граммов алкоголя, на 20% чаще сохраняли хорошее здоровье, чем те, кто не пил алкоголь вообще. При увеличении дозировки до 30 граммов алкоголя количество более крепких и здоровых пациенток увеличилось до 3. Я думаю, середина жизни – это критическая точка, когда риск развития очень многих хронических заболеваний возрастает. Сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, когнитивная функция. Риск развития всех этих заболеваний выходит на максимальный уровень. Мы хотим понять, какие именно привычки и факторы важны для предупреждения или отсрочки этих болезней. Поэтому мы сфокусировались на среднем возрасте наших пациенток. Ну а вот теперь мы подошли к самому главному. Когда пить, сколько пить и как пить, для того, чтобы принести организму пользу. Должен огорчить наших зрителей. Принцип «не пьём, Боже, а лечимся», которым руководствуются добрые люди, принимая на грудь 300-400 грамм под шашлычок и селёдочку, к медицине и в принципе к здоровью не имеет никакого отношения. Скорее наоборот. Потому что когда учёные ведут разговор о целебных качествах спиртного, имеется в виду совсем другой формат принятия спиртного внутрь. Давайте послушаем уважаемого учёного. Вот, например, перед вами стакан вина. Что дальше? Учёный особо подчёркивает, что польза обеспечивается не только правильной дозировкой, но и длительностью употребления. Организм человека способен безболезненно и с пользой перерабатывать строго определённое количество алкоголя. Любое превышение правильного темпа употребления лишает всю процедуру смысла. Если говорить о стакане вина в день, всё зависит от того, как быстро вы пьёте этот бокал вина. Если всего лишь за секунду выпиваете целый бокал, это одно дело. Но эффект будет другой, если вы растягиваете один бокал вина на целый час. Влияние вина на организм в этом случае будет другим. Всё связано с метаболизмом. Если вы выпьете бокал вина за секунду, вы подвергнете весь организм стрессу и нейтрализуете все положительные эффекты. Бокал вина содержит около 50 граммов этанола, и организму нужно переработать их. Если вы будете пить медленно, то эффект не будет таким острым, и неприятные эффекты алкоголя не проявятся сильно. И если вы будете так пить алкоголь, в будущем у вас уменьшится риск кардиозаболеваний. Учёные уже готовят новые исследования, связанные с алкоголем. Следующим результатом, уже более практическим, станет определение групп людей, которым алкоголь полезен, и тех, кому он противопоказан. Причём речь в данном случае идёт не только о наследственных проблемах или национальных особенностях. Развитие генетики помогает нам понять механизмы, которые показывают положительные эффекты от скромного потребления алкоголя, и определить людей, которые действительно могут выиграть от употребления алкоголя, и выявить людей, которые не могут пить. В индивидуальном порядке, конечно, сложно определить, но я думаю, мы сможем определить группы людей, те, которые выиграют от потребления алкоголя, и те, которым не стоит пить вообще. Что же произойдёт, когда исследование бостонских учёных будет завершено? Возможно, человечество сможет откорректировать алкогольную проблему и сделать двигателем то, что до сих пор считалось тормозом. Возможно, будут введены специальные документы, права на употребление определённого алкоголя, которые будут выдаваться только после прохождения ряда тестов. Какие именно формы примет распределение алкогольных напитков в зависимости от их пользы для конкретного человека, и к чему это приведёт в итоге, мы увидим в течение ближайших 5-7 лет. Наркологи продолжают настаивать. Зависимость и асоциальное поведение – такие же неизбежные спутники алкоголя, как похмельный синдром и другие признаки отравления. В таком случае, что бы они сказали, если бы узнали о том, что в Великобритании уже ведутся разработки совершенно безвредного напитка, который будет, в принципе, исключать любые формы зависимости. Совсем недавно учёные Лондонского императорского колледжа под руководством профессора Дэвида Натта выступили с сенсационным заявлением. Активные вещества, вызывающие алкогольную эфорию, можно отделить от самого алкоголя. Я старался понять, почему люди впадают в зависимость от алкоголя. А для этого мне нужно было понять, как алкоголь работает в мозге. И чем больше мы понимаем это, тем больше становится ясно, что разные зоны мозга производят разные эффекты опьянения. Потом я подумал, что если мы создадим такой состав, который будет влиять только на хорошие зоны мозга и не будет давать плохих эффектов, тогда мы получим нечто приятное и хорошее без негативных эффектов. Сенсационное открытие учёного пока находится в стадии разработки. Однако уже наработанная теоретическая и практическая база позволяет со стопроцентной уверенностью заявить, что появление безвредного алкоголя возможно, и что это вопрос самого ближайшего будущего. Эксперименты, проведённые над животными в другой лаборатории, уже доказали состоятельность научной работы профессора Натта. Активация определённых зон в коре головного мозга позволяла полностью скопировать эффект воздействия алкоголя. Некоторая часть наших данных появилась от исследований животных и их определённых зон мозга, на которые оказывает влияние алкоголь. Именно в этих зонах мозга мы смогли найти определённые нейротрансмиттеры, химические трансмиттеры, на которые оказывает влияние алкоголь. Дальнейшие исследования смогли показать, что воздействие на эти зоны мозга будет иметь эффект как алкоголь. Профессор Натт продолжил серию экспериментов, начатых его коллегами, и, проверив свою версию на добровольцах, убедился. Механизм реагирования на алкоголь нейротрансмиттеров в коре головного мозга совершенно идентичен механизму животных. С учётом того, что биохимия человека и подопытного примата практически идентична, профессор уверенно делает вывод, что его технология неизбежно сработает и в случае применения её к человеку. Да, мы знаем, что в мозгу человека молекулы попадают на рецепторы так же, как в мозгу животного. К тому же известно, что модели животных очень хороши для моделирования человеческих зависимостей. Во многом мы очень похожи. Другие люди проводили исследования на животных. Мы делаем эксперименты только над людьми. Сегодня мы можем проводить исследования на людях и показать, что этот химикат имеет тот же эффект, что и алкоголь. Коктейли, которые можно приготовить на основе вещества, изобретённого профессором НАТО, не только вызывают подъём и раскрепощённость аналогичную алкогольному эффекту. Особенность изобретённой формулы в том, что те участки головного мозга которые отвечают за немотивированную агрессию или провоцируют зависимость, при употреблении не активируются. Учёный пытается взять от алкоголя только позитивное, отключив все вредоносные эффекты. Сейчас мы нашли несколько соединений, которые добираются до нужных частей мозга и приводят к тем же приятным эффектам алкоголя. Расслабленности, спокойствию, добродушию. Но они не работают на тех частях мозга, которые делают тебя агрессивным или приводят к зависимости. Теперь задача создать эти молекулы и сделать из них коктейли, чтобы люди могли пить их. Безалкогольные коктейли не получится использовать так же, как пиво или вино. Ароматерапия и антиоксидантный эффект пропадут. Однако останется эффект лёгкой эйфории. И именно то воздействие, которое снимает внутреннюю напряжённость при принятии решений и отпускает на волю творческий потенциал. Дело за химическим составом. Перед тем, как ставить на производство безалкогольный алкоголь, необходимо убедиться, что химикаты, необходимые для его приготовления, абсолютно безопасны. Мы нашли такие соединения посредством того, что увидели, где производятся химикаты, которые приводят к желаемому эффекту в мозгу. Теперь мы покупаем эти химикаты у компаний, которые их производят. Мы знаем, что первое поколение этих химикатов очень похоже на алкоголь. Но они могут создать и проблемы, такие как непереносимость. Следующее поколение соединений будет уже освобождено от негативных эффектов. Именно ими мы и занимаемся. Особенностью эликсира доктора НАТО станет не только отсутствие побочных эффектов вроде похмелья и вредного воздействия на внутренние органы и психику. По-настоящему грандиозным завершением исследования группы, которую возглавляет английский ученый, должен стать антидот – противоядие, которое мгновенно нейтрализует эффект опьянения. Я создал несколько соединений, которые будут приносить удовольствие, как от алкоголя, но не будут приводить к болезням печени, сердца и мозга. Более того, возможно создать антидот, который можно принять и протрезветь, чтобы вы могли добраться до дома на своей машине после вечеринки. Вы слышите, друзья? Если профессору Дэвиду Натлу удастся его изобретение, для многих это будет открытие поважнее открытия двигателя внутреннего сгорания. Ибо профессор обещает создать напиток, который по своему воздействию будет ничем не хуже рюмки, водки или даже четырёх, но только не будет похмелья, не будет головной боли по утрам, а самое главное, не будет той убийственной и непреодолимой тяги к спиртному, которая разбивает семьи, рушит карьеры и уничтожает здоровье. Я, честно сказать, плохо понимаю, как это будет на самом деле и вообще возможно ли такое чудо. Но, как говорится, профессора за язык никто не тянул. Вот что он обещает нам в ближайшем будущем. Когда-нибудь все в мире перейдут с алкоголя на безопасный алкоголь. Есть группа, которая работает со мной в нашем университете. Но есть и многие другие люди по всему миру, которые пытаются найти цели в мозгу для заменителя алкоголя. Мы пользуемся их опытом. По мнению профессора, изобретение его научной команды может совершить настоящую революцию в сфере здравоохранения, подобно той, которую в своё время произвели электронные сигареты в табакокурении. Впрочем, именно потому, как население планеты примет изобретение профессора НАТО, и можно будет ответить на очень интересный и важный вопрос. Что значит алкоголь для человечества? И зачем его употребляют? Что первично для человека, который открыл бутылку? Вкус или эффект? Единого ответа для всех на этот вопрос нет. И каждый ответит на него сам. Ну и, пожалуй, последнее. Хотим мы этого или нет, но история человеческой цивилизации, увы, неотделима от истории употребления спиртных напитков. В одном случае это волшебный эликсир, дающий вдохновение. В другом – страшное и разрушительное зелье. Я не знаю, какой чудо-напиток, настойный на современных нанотехнологиях, придумал профессор НАТО, обещающий избавить человечество от похмелья. Но знаю точно, чтобы утром не болела голова, лучше вообще не пить. Только этот выбор должен быть осознанным, добровольным, и тогда всем будет хорошо. Это была территория заблуждений. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. Но прежде чем попрощаться, напомню, что наиболее интересные факты из нашей программы и документальных расследований вы сможете найти в еженедельнике «Труд 7» в нашей совместной рубрике. С вами был Игорь Прокопенко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин